Сегодня я хотел бы посвятить наше занятие такой группе продуктов, как мембраны из твердой мозговой оболочки. Поскольку они применяются достаточно широко и не только в стоматологии, в других областях хирургии. Ну а при хирургии полости рта на сегодня, наверное, это наиболее часто встречаемый продукт из всей нашей линейки. Общая тема звучит следующим образом. Это свойства и отличия материала. Ну я считаю, что самое главное свойство и отличие материала, это, конечно же, то, что он имеет собственный биологический эффект. То, что он сохраняет всю свою нативную структуру полностью и принципиально отличается от всех других материалов, которые могут быть использованы, ну например, для увеличения объема десны. Области применения достаточно широкие. Мы сегодня посмотрим по таблице свойства применений. Я обращу ваше внимание также на преимущества и недостатки, потому что, ну конечно же, как и с любым продуктом, они встречаются. Не бывает такого, что 100% идеальный продукт. О возможностях, которые действительно достаточно широки. Мы можем применять группу продуктов из твердой мозговой оболочки при костной пластике, при имплантации. Ну и вообще начиная даже там от консервации лунок, удаленных зубов. Или при одномоментной имплантации для закрытия вестибулярных дефектов. И также при пластике мягких тканей. Либо для увеличения объема прикрепленной десны, если мы работаем в области отсутствующих зубов. Либо для создания объема кератинизированной десны, если зубы у нас есть. Происхождение твердой мозговой оболочки, я просто на какие-то вопросы отвечу сразу, чтобы потом время на это не тратить. Это материал аллогенного происхождения. Он забирается из человеческих тканей у доноров. Материал леофилизируется и обрабатывается только физическими факторами, благодаря чему сохраняет всю свою нативную структуру. Это будет видно и на гистологических срезах, которые мы сегодня посмотрим. Ну и как-то предвещая курс, который выйдет в этом году по клинико-молекулярной остеологии, я хотел бы уже вас как-то вовлекать в историю работы с гистологическими препаратами и срезами, для того, чтобы оценивать результаты и качества. Технологии обработки. На самом деле леопласт называется технологией обработки. Материал под вакуумом для того, чтобы создавать разрежение, очищается ультразвуком при частоте 42 единицы, 42 Гц. И поэтому удаляются все следы жира и белка нуклеиновых кислот. Ну, у твердой мозговой балочки их нет преимущественно, но в общем все следы нуклеиновых кислот и жира. И остается только нативная структура, без повреждения. А после леофилизации вся свободная связанная влага улетает, и материал немножко подседает, приобретая отрицательное поверхностное натяжение. Что также отличает его принципиально от практически всех материалов, обрабатываемых по другой технологии. Либо температурно, либо химии, либо какими-то другими факторами. Биологические свойства, которые имеет твердая мозговая оболочка, первое это, конечно же, остеокондукция. Как бы странно это ни звучало, я сегодня тоже об этом расскажу. Но она также обладает остеокондуктивным эффектом и достаточно выраженным. Здесь это происходит за счет привлечения и миграции активных клеток нейтрофилов, и последних макрофагов, и вообще линии макрофагально-моноцитарной всей. И в том объеме, в котором у нас может быть размещена твердая мозговая оболочка, в зависимости от окружения условий, то есть либо под надкоснично, либо она находится в расщепленном лоскуте, она будет перерождаться и биодеградировать в те ткани, которые ее окружают. Второе, это, конечно же, остеокондукция. Она способна индуцировать точно так же эффекты, миграцию клеток и запуск гуморальной стадии и клеточной стадии воспаления. Это воспаление происходит асептически, не инфекционно, и скорее является все-таки реакцией клеточной. И третий эффект, это, конечно же, полная биодоступность стопроцентная и полное стопроцентное замещение тканями пациента, что также отличает эти материалы от широкого ассортимента того, что представлено на рынке. Как происходит подбор материала в зависимости от клинической ситуации, мы сейчас посмотрим. У нас есть две замечательные таблицы, которые являются для нас опорными. Мы посмотрим первую таблицу, это таблица свойств. Здесь группа мембран из твердой мозговой оболочки, здесь они называются полоски, и имеют коды от 87 до 92. Сейчас еще появился такой размер, как полтора на полтора сантиметра, поскольку между 1 на 1 и 2 на 2, но все-таки большая разница. По свойствам они представляют собой, конечно же, мембраны просто из твердой мозговой оболочки. Они выглядят такие, как картон сухие, но их тоже сегодня обязательно посмотрим. В общем, по этой таблице особо смотреть нечего. Берем вторую таблицу. Это таблица применений. Вот наша группа продуктов. По каким показаниям мы можем применять? Размеры маленькие, как вы, наверное, хорошо понимаете, они используются для замещения небольших дефектов. Либо это лунка одиночного зуба, либо это какая-то одиночная имплантация одномоментно с удалением зуба или нет. Либо это какая-то операция поднятия дна синуса, опять же, в области одного зуба и не на большую высоту. Размеры побольше, они используются, соответственно, при более масштабных пластиках, либо при направленной тканевой регенерации, либо при пластике целыми сегментами, или при тотальной имплантации костной пластики. Также большие размеры используются, вот в этой таблице нет такого применения, при перфорации шнейдеровской мембраны. Поскольку в данном случае, в большинстве ситуаций, не использование каких-то других средств, в принципе, операция может закончиться и этим. Твердая мозговая оболочка позволяет провести все-таки профилактику перфорации синуса. В таком случае врач отслаивает полностью шнейдеровскую мембрану от дна синуса до максимально дистального участка и закладывает туда твердую мозговую оболочку без перфорации, для того, чтобы она выполняла чисто барьерные функции мембраны. Посмотрим следующую группу клинических ситуаций. Это восстановление альвеолярного отростка по ширине на верхней челюсти и нижней челюсти. То есть, когда у нас дефект все-таки больше не по высоте, а по ширине. Мы, конечно же, можем использовать твердую мозговую оболочку в качестве мембраны по так называемой сейчас технике соусидж, когда мы используем смесь порошков, аутологичную кость, капиллярную кровь, или дополнительно еще костный клей, или мембраны из ПРФ и так далее. В общем, какой-то имплантат костный, которому мы восстанавливаем объем. И мембрана в данном случае будет выполнять функцию барьера. Мы можем ее перфорировать, ну или нет, на свое усмотрение. Попробуйте сделать и так, и так. Перфорации цель здесь все-таки, конечно, это профилактика отека, поскольку он будет образовываться под мембраной. Это более быстрая доставка гуморальных факторов и остатков детритной массы, и различных клеточных элементов, которые были повреждены и образованы в операционном поле при травме операционной. Ну и так далее. И для того, чтобы эксудат свободно дефундировал обе стороны беспрепятственные, быстрее доставлял гуморальные факторы. Тогда это будет вызывать более быструю клеточную реакцию, более быструю регенераторную реакцию. Туда будут приходить, опять же, и нейтерофилы, клетки макрофагальной моноцитарной линии, и другие монокомпетентные клетки. Ну и быстрее будет запускаться все-таки замещение и образование новых тканей в этой зоне. Также прием может использоваться как мембрану при расщеплении, ну и при всех других видах костной пластики. Я пока на этом останавливаться не буду, мы протоколы сейчас посмотрим чуть подробнее. Поэтому принципиально все-таки выбирается мембрана от размера. Если это дефекты небольшие, то мы берем размер, соответственно, 1 на 1, там 1,5 на 1,5, 2 на 2, 2 на 3 в крайнем случае. Они по структуре немножко отличаются, мелкие мембраны от крупных. По своей структуре твердомозговая оболочка представляет вот подобную массу. Она состоит из плотно... Не видно курсора, да? Тогда, извините, я вот так сделаю. Она состоит из плотно сплетенных пучков коллагеновых волокон, которые лежат зачастую даже целыми группами, как, например, вот в этой зоне. Так выглядит твердая мозговая оболочка из височной доли. Я сейчас в конце вам просто хочу, чтобы вы научились отличать ее на гистологических препаратах. И потом, когда она будет биодеградировать, я буду вам демонстрировать, вам все это было бы понятно. Это тоже твердая мозговая оболочка из височных долей. Там она более плотная, она имеет вот такие более крупные по толщине и по размеру коллагеновые волокна, да, пучки коллагеновых волокон. И используется преимущественно, ну и желательно, конечно же, для создания объема прикрепленной или кератинизированной десны. То есть больше для десневой пластики, там, где нам нужен объем, там, где нам важна толщина десны, которую мы сформируем. При увеличении на 100, значит, при увеличении на 400, ну вот мы видим структуру. Это твердая мозговая оболочка уже после лиофилизации, и данные гистологические препараты подтверждают то, что она сохраняет всю свою нативную структуру. То есть мы видим вот эти мелкие пучки коллагеновых волокон, более крупные. Ну и здесь мы видим даже толщу нескольких слоев пучков коллагеновых волокон, которые лежат преимущественно в одном направлении, параллельно друг к другу, ну или с частичным пересечением. А теперь мы посмотрим, как выглядит твердая мозговая оболочка из лобной, теменной, затылочной долей. Как вы можете заметить, что она имеет более редкую структуру, более тонкие пучки коллагеновых волокон, и они расположены в разных направлениях, что формирует вот подобную сетку.